Для уродов нет плохой погоды, уродов не хватает на огненную воду. Для уродов нет плохой погоды, уродов не хватает на воду. Добро пожаловать в США. Спасибо большое. Вот уроды. Здравствуй, мой дорогой зритель. Тебя приветствует Сантехники, 64 выпуск передачи «Вот уроды». И сразу к делу. Начнем мы с одного интересного реплея, присланным одним из подписчиков. Да, и на экране сейчас два очень известных вододела. Вододела Джофф и Амвэй. Как они попали в эту передачу, вы узнаете в ее конце. И заодно... Ладно, не буду спойлерить. Поехали. На четвертом месте у нас игрок с ником «Димон200999». И он, по-моему, уже попадался где-то в одной из наших передач. Он играет у нас на арте. Е-75 переплывает реку, но ему не суждено добраться до противоположного берега. Союзный артовод практически вешает ему ваншот ББшкой. Ммм... За что? А вот именно за это. Первый взвод возьмете к себе? Это обращение к Е-75 и М103. Они пишут «Нет, не возьмем». Типа с артой не играем. А за это уже положено ББшка по спине. Встретите в рандоме Димона, не берите его во взвод. Он ведь может и в спину стрельнуть. Я и не знал, что у нас Питер через дорогу от нашего клуба. Вот уроды! Заслуженное третье место у нас получает игрок с ником «VipStasic89 на КВ-1». Действия союзников здесь, конечно, тоже не самые лучшие. Но, тем не менее. КВ-1 наш заезжает на полку с ПТшками. Скажем, и для ПТшек полка такая не очень особенно. Ну, а для КВ-1 здесь и подавно делать нечего. Тем более, этот танк мог бы зарешать, в принципе, весь бой и находить он там, где он необходим. Что здесь делает Т-34, честно говоря, тоже непонятно. Он тут просто стоит, вертит хоботом. Больше, больше от толку от него никакого нет. Ну, по крайней мере, через какое-то время до него доходит, что здесь он бесполезен, и он просто уезжает. «Вольво» и оставшийся «Рак-40» как бы пытаются намекнуть уже слегка так это... оборзевшему КВ-1, что «Чувак, ну не твое тут место. Ну давай, свали отсюда». Вот. «Рак-40» съезжает вниз, начинает ему настреливать по гуслям. Опять-таки по гуслям, потому что я не думаю, что из его пушки проблема пробить КВ-1 в корму. Его-то и в лоб можно было пробить. КВ-1 мажет с расстояния просто вытянутой руки, что говорит о высоком скилле этого игрока. Но в итоге он все-таки добивает после перезарядки вторую ПТ-шку и остается тет-а-тет с Вольверином. Собственно, развязка здесь ясна. «Вольво» его пускать туда не желает. Производит всякие такие действия, чтобы «Чувак, ну давай, свали отсюда». «Нечего тебе тут делать», поворачивается бортом, как бы дает сначала проезд, но потом передумывает. КВ-1 таранит несколько раз «Вольву». В конце концов, его это заколебывает, он дает шот. КВ-1 отвечает и отправляется в автобан на часик подумать над своим поведением. Вот такое третье место. Небольшая сенсация. Второе место у нас занимает не игрок. У нас его занимает танк, а вернее его топовый ствол. Это М5 Стюарт и 37 мм Ган Т-16. Его топовое орудие. Обратите внимание, что происходит. Стреляли-то, собственно, не в своего, стреляли в противника. Ну ладно, зацепили. Бывает, иногда случается, на любой пушке такое бывает. Но вопрос состоит в том, что здесь кассетная система заряжания с пятью снарядами, и они выпускаются пять по очереди. И никак эту стрельбу остановить нельзя. Как вы видите, это уже третье попадание за бой в союзника. Ну ладно, пока не поголубели. Вот здесь Т-67 выехал, стреляем по нему, сдаем назад и опять случайно попадаем в союзника. Это уже четвертое попадание в своего. То есть, фактически, это самая непродуманная, самая тим-чиллерская пушка в игре. Ну, разрабов здесь в этом обвинять нельзя. Примите руки, что называется, с одной стороны. Но с другой стороны, на таких тачанках играют в основном не очень опытные игроки. И частенечко бывает, что они, не имея к тому злого умысла, убивают своих. Вот, например, тот случай, когда... Когда... Ну вот, обратили внимание, да? Арта стоит. Стреляем во рту. О, все, убили, здорово. И тут подлез свой Т-67. И это, ребята, автобан. Просто, фактически, ни за что. Вот уроды! Это всего лишь своеобразный стартовый пистолет, который говорит нам о том, что началось первое место. Которое игроки сами этого боя назвали Патти на дне, го к нам. Начинается все с того, что двое взводников с хорошей статистикой, синенькие, просто едут и топятся. Просто утонули. Ну ладно, это ведь ничего страшного. Еще ж 13 бойцов в команде. То есть, как бы, война еще вся впереди. Все нормально. Все хорошо. Ну, не захотели они там воевать. Ну и не надо. Ничего страшного. Переживем. Но, что это? К ним присоединился третий. Ну, это уже, как бы, получается, четвертый. Потому что первый застрелил из арта. То есть, это уже четвертый такой фраг без боя. Ладно, смотрим, что происходит дальше. Обратили внимание, циферки из трупика вылетели. Кто-то по нему пострелял. Жалко, к сожалению, все они находятся вне засвета. Чтобы посмотреть, кто это сделал. Кто там как себя вел. Опачки. Девяностик. Это уже пятый. 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 Пятый оказывается на дне. Рядом со своими сокомандниками. Но это еще не все. Смотрим дальше. Так, что у нас здесь? Арта. Ну, арта на дне это всегда приятно. Но ведь не до такой же степени, ребята. Это все-таки шестой. Шестой из тридцати участников оказывается, ну, где-то там. Кто-то на дне. Кто-то там застрелился. Кто-то еще что-то. Пустил пулю в лоб. Ну, вот, собственно, вам и название. Откуда оно вытекает? Лев спрашивает, где вы потонули? Ну, где-то потонули. Типа, ищи сам, пацан. Ты это самое. Имей там совесть. Ладно. Оставшиеся более сознательные игроки тут разбираются между собой. 49-ка там кого-то добивает. Тут выскакивает из трети. Добивает шотную 49-ку. Все отлично. Блин, что он делает? Что он делает? Скажите мне, пожалуйста. Это... Это седьмой. Седьмой рак поехал на дно размножаться. Ну, правда, он водоем перепутал, поэтому размножаться ему там будет сложно в одиночестве. Ну, ладно, посмотрим, что произойдет дальше. Ну, вот, собственно, сообщение о том, что он утонул, а не выбрался. Потому что, может, он так из-за света захотел выйти. Обратите внимание, вот здесь квадратик, ромбик справа. Там он видно. Он там, он вдалеке. Это М4-45 утонул. Правда, он тоже... Ну, правда, не на том месте. Ну, неважно, водоем-то тот же захочет, подъедет. Ладно, что у нас будет происходить дальше? То есть, семеро у нас уже из боя улетели. Таким вот незамысловатым образом. Давайте теперь обратим внимание вот на этот красненький вафлепазик, который перед нами вот прям оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не доехал. Тоже, наверное, хотел утопиться. И это восьмой фраг, не боевой. Ну, вот как-то вот бывают и такие случаи. То есть, восемь из тридцати. Это же круто, это же весело, я так понимаю, да? Но это еще не все. Мы забыли про Льва, который в самом начале писал, что он... Я с вами, пацаны, я с вами, давайте. Правда, он видит сейчас ВЗ-120 последнего и хочет его добить, но уже слишком поздно. Он скатывается в морскую пучину. И это девятый минус в двух командах. Вот такое вот забавное у нас сегодня первое место. Ну что ж, а теперь перейдем к тому реплею, про который я говорил в начале. Действие происходит от лица Тапка Б, который, собственно, этот реплей и прислал. Я не хочу ничего комментировать по этому поводу, потому что я не хочу попасть между молотом и наковальней. На самом деле у меня есть свое мнение, но высказывать я его пока что не буду. Выскажу его в комментах. А на сегодня у меня все. Досматривайте без меня, ставьте лайки. Ну а пока, пока. И да пребудет срач в комментах. Досматривайте без меня. Досматривайте без меня. Досматривайте без меня.